Неестественно растянутое и изогнутое тело, которым она огибает рисунок. Этот знак непременно присутствует на египетских зодиаках и отличает их от других росписей. Но есть ли здесь указания на конкретную дату? Говоря научным языком, является ли этот зодиак гороскопом? Что нужно для символического изображения конкретной даты, кроме зодиакальных созвездий, Луны и Солнца? Для этого нужны планеты, расположенные в том порядке, в котором они находились на небе в этот день. На круглом дендерском зодиаке есть множество человеческих фигурок с посохами в руках. Это символы планет. Фигурки с посохом в древней символике ассоциировались с движением, а планеты – это постоянно движущиеся небесные тела. И эти фигурки на зодиаке стоят не хаотично, а в определенном порядке относительно созвездий зодиака. Значит, на круглом дендерском зодиаке изображена картина звездного неба. Следовательно, зашифрована конкретная дата. Но какую дату могли зашифровать строители египетских храмов и гробниц так точно? Недалеко от дендеры, в луке, образованной огромным изгибом Нила, располагается город Эсна. В XIX веке европейцы обнаружили здесь два храма, в которых изображены зодиаки. Эти зодиаки очень похожи по своей символике на дендерские, хотя между ними и есть небольшие отличия. И дендера, и Эсна находятся в окрестностях знаменитого Луксора. Здесь построены самые большие из египетских храмов. Здесь найдены самые большие каменные зодиаки. О чем они могут говорить? Вероятно, египтяне зашифровали в зодиаках на потолках луксорских, дендерских и эсанских храмов даты событий, которым эти храмы посвящены. Вероятно, это была обычная традиция. Красочные росписи на стенах и под куполами священных зданий рассказывают о значительных событиях, как правило, прошлых времен. В храмах дендеры и эсны, на самом почетном месте, на потолке, кстати, как и под купольная роспись в русских храмах, расположены зодиаки. Значит, даты, зашифрованные в этих зодиаках, должны быть очень важны для египетской истории. Но что это за даты? В случае, когда зодиак изображен, скажем, над саркофагом фараона или над мумией умершего, то очевидно, что на нем изображена дата, скажем, смерти или дата, связанная с жизнью вот этого человека. Ну, скорее всего, дата смерти. Но, по крайней мере, дата эпохи его жизни. И тут, вычисляя эту дату, мы получаем датировку его жизни. Смерти там или какого-то другого события, но, по крайней мере, это датировка эпохи конкретного человека. Здесь похоронено. Вот пример зодиака в царской гробнице. Это один из самых впечатляющих египетских зодиаков. Зодиак в гробнице Рамзаса VI. Как и многие другие гробницы, она расположена в долине царей. Зодиак нарисован на потолке погребальной камеры, прямо над саркофагом фараона. Скорее всего, в нем зашифрована дата рождения или смерти Рамзаса VI. Точно так же, как и в гробницах других фараонов. Таких зодиаков, имеющих непосредственное отношение к захоронениям царей, очень много. Египтяне не случайно записывали даты в виде зодиаков. Они понимали, что датировать то или иное событие с помощью какой-то календарной эры – это путь не очень хороший. Потому что меняются календари, забываются начальные точки отчета календаря. Отсчитывать даты от, скажем, воцарения того или иного фараона можно, конечно, но это тоже путь очень зыбкий. Придет время, фараона забудут. Поэтому астрономы Древней Египты понимали, что необходимо записать дату как-то Боннин-Варианта, на языке который будет вечер, чтобы его могли потом понять и прочесть их потомки. Как и надеялись древние египтяне, ученые сразу же решили датировать зодиаки астрономическим методом. То есть расшифровать гороскопы в зодиаках. В известном наполеоновском альбоме, опубликованном по результатам первого похода в Египет, зодиаки названы астрономическими таблицами или скульптурными зодиаками. Ни у кого не возникло сомнений, что они содержат сведения о египетской истории. Европейские астрономы XIX века предприняли ряд вычислений. Но после нескольких попыток датирования египетские зодиаки были объявлены плодом воображения древних людей. И все исследования этой темы были свернуты. На долгие десятилетия официальная наука словно забыла о египетских зодиаках. По сей день важнейшая информация, которую содержат эти древние знаки, недоступна ни широкому кругу ученых, ни любителям истории. И это произошло не случайно. Одно из двух. Или историки и египтологи просто не смогли расшифровать зодиаки и не хотят это признавать. Или им все-таки удалось прочитать хотя бы часть этих древних знаков. Но даты, полученные при расшифровке, абсолютно не совпадали с принятой хронологией Скаллигера. Поэтому их пришлось скрыть. В XIX веке астрономы, изучавшие древние египетские зодиаки, обнаружили невероятное совпадение, которому у них не было объяснения. Это символы зодиакальных созвездий, на все том же круглом дендерском зодиаке. Лев, стрелец, рак, козерог. А вот это средневековая карта звездного неба Альбрехта Дюрера, созданная, как принято считать, в 1515 году. И на древнеегипетском зодиаке, и на средневековой карте Дюрера созвездия обозначены одними и теми же символами. Рак, лев, стрелец, козерог. Если бы во времена Дюрера уже были известны египетские зодиаки, то можно было бы предположить, что он просто позаимствовал эти символы у древних египтян. Но Дюрер жил в 16 веке, а зодиаки обнаружили только в 19 веке. Почему же египетская символика, созданная якобы за несколько тысяч лет до нашей эры, ничем не отличается от средневековой? И тогда астрономы предприняли еще одну попытку. Они предположили, что египетские зодиаки не такие уж и древние и были сделаны в период с 1 по 3 век нашей эры. По официальной хронологии именно в это время в Египте наступило владычество Римской империи. Влияние Рима на культуру египтян хоть как-то могло объяснить сходство египетских и европейских символик. Приняли эту версию, начали расшифровывать гороскопы. И снова неудача. За время римского правления расположение планет, зафиксированное в гороскопах, ни разу не наблюдалось. Попытка подтвердить с помощью египетских зодиаков принятую версию древности Египта не удалась. Решение задачи не сходилось с заранее известным ответом. Но существование зодиаков в египетских гробницах уже невозможно было скрыть. Египтологам все-таки надо было предложить хоть какое-то объяснение. И они его предложили. Правда, совершенно неубедительное. Они заявили, что да, мы знаем зодиаки древней Египта, да, их действительно много, да, действительно, там есть созвездия, да, действительно, там есть по-видимому планеты. Но, сказали египтологи, не нужно думать, что это гороскопы, не нужно думать, что это астрономические картины. Это, скорее всего, религиозные сцены, поскольку планеты раньше часто считались богами. Меркурий – это одновременно и планета, и бог. Венера – одновременно и планета, и богиня. Юпитер – одновременно верховный бог и яркая планета. Давайте еще раз посмотрим на круглый дендерский зодиак. Это символ Солнца. Это символы планет Венеры и Меркурия. И Венера и Меркурий на зодиаке располагаются рядом с Солнцем, то есть там, где мы положено находиться. Дело в том, что движения планет подчинены определенным законам, и при взгляде с Земли Венера и Меркурий не могут находиться слишком далеко от Солнца, а следовательно, и друг от друга. В подлинном гороскопе они должны появиться рядом. Дендерском зодиаке Венера и Меркурий – это не боги, а планеты. Можно, конечно, предположить, что это просто совпадение. Фантазия художника неожиданно совпала с реальной картиной неба. Но вот еще один зодиак из храма в Дендере, называемый длинным дендерским зодиаком. И опять Венера и Меркурий рядом с Солнцем. Вот в наших исследованиях с фантастическим зодиаком, который ни при какой интерпретации не дает решение, мы не сталкивались. Таких зодиаков мы не знаем. Есть зодиаки, которые дают два или несколько решений. Вот если бы, как говорят египтологи, зодиаки были бы действительно фантазиями, то хотя бы в каком-то случае эта фантазия довела бы до нарушения каких-то астрономических законов. Ну, скажем, Венера оказалась бы слишком далеко от Солнца. Или Меркурий оказалась бы слишком далеко от Солнца. Есть некие законы, которые не каждому гороскопу позволяют проявиться на Неме. Ни разу такого не происходило. Всегда астрономические законы на зодиаках все выполнены. И дата, которая из него получается однозначная или неоднозначная, всегда находится в историческом интервале. Если египетские зодиаки не более чем плод воображения художников, то зачем этим художникам надо было так точно отображать положение планет? Вместо того, чтобы уже окончательно дать волю фантазии. Современный художник, изображая вымышленную реальность, вряд ли будет рисовать точное расположение домов, скажем, на своей улице. Зачем ему это? Он может себе позволить не соблюдать пропорции, придумывать несуществующие объекты и все что угодно. Но если на каждой картине художника улицы, дома, деревья нарисованы так, как они выглядят в действительности, то значит он рисует не свой вымысел, а то, что видит каждый день. В случае с зодиаками все еще точнее. У людей, создававших эти знаки, была цель зафиксировать положение планеты светил на небе и таким образом сохранить определенную дату. Они не знали, что через несколько веков эти даты не совпадут с хронологией из Каллигера. Египетские зодиаки пытались датировать многие известные астрономы 19 века. Дюпюи, Лаплас, Фурье, Литрон, Хольм, Био. Полученные ими результаты оказались отрицательными. Таких планетных сочетаний, то есть гороскопов, на реальном небе не появлялось, начиная от глубокой древности и до самого Средневековья. Для более поздних эпох вычисления производить не решились. Таким образом можно утверждать, что астрономы 19 века, воспитанные на хронологической версии из Каллигера, все же искали в зодиаках даты, которые могли бы стать неопровержимым подтверждением глубокой древности Египта. Но такого подтверждения они не нашли. В начале 20 века датировкой зодиаков в храмах Дендеры заинтересовался русский ученый Николай Морозов.